...журналы, а не поэтический вечер. Поскольку пришлось услышать несколько обиженных фраз со стороны людей, которые пишут стихи, я напомню, поэтический вечер был вчера, а сегодня вечер в журнале, который представляет его редактора и автора, в том объеме, в каком они договорились. Поэтому, без обид, мы говорим о журналах. Второе. Уважаемым редакторам и тем, кто представляет те или иные редакции. Жизнь коротка, искусство долговечна. Если вы будете лаконичны, то будете встречены овациями тех, кто еще не представил свой журнал. Хорошо? Договорились. Теперь переходим к Молдавии. Олеся Рудягина, журнал, если я ничего не путаю, «Русское поле». Первый, это первая периодическая зона, регион, сторона, республика, авторы которой никуда не уезжали, остались там, где родились, там и пригождаются. И выпускают свой журнал. Поехали. И вот в связи с этим мне хочется сказать по поводу волны иммиграции. Мне кажется, очень интересный феномен представляет стран народный этот момент, когда после 90-х годов, никуда не выезжая из своих стран, люди оказались как бы иммигрантами в собственных странах. Это касается и Молдавии, это касается и Узбекистана, это касается и многих на Украине. Вот это такое влияние. «Русское поле», журнал. Толстый журнал, литературно-художественный и публикистический. Мы выходим в 8 лет. Позиционер он как журнал «Ассоциация русских писателей и публики Молдовы», которую я возглавляю с 2005 года. Этой ассоциации по-честному 30 лет будет через 2 года. Основал ее в свое время Николай Судеев, ныне проживающий в Сан-Франциско. Потом получилось так, что полностью исчезла русская литература, потому что многие уехали наиболее известные имена. Это и Авершевский, это и Корчудин, это и Мичинов. В общем, весь цвет русской литературы Молдовы, солидный, из Молдовы утек. Необходимо сказать о цели. Цель журнала – содействие сохранению русского языка в Молдове и сохранение русской литературы Молдовы. «Популяризация русской литературы России и ближнего и дальнего прозарубежья». Отдельные рубрики посвящены прозе, переводам, литературной критике, мемуарам, материалам, освещающим ключевые моменты отечественной истории, возвращению утраченных, а порой намеренно забытых, абсолютно последовало сегодня повсеместно, или забываемых ключевых имен молдавской культуры и искусства. «Русская Боле» под своей обложкой фиксирует все интересное и значительное, что происходит сегодня в русском культурном пространстве. в Молдове, а оно многометно. Вы видите, я не буду перечитать рубрики, и это еще не все, рубрики варьируются. Из журнала в журнала, журнал переходит в рубрики. «Пушкинская Борта» – это поэзия именно русских авторов Молдовы, это поле зрения, проза, поле арт, это и кино, и театр. Все, что касается Молдовы, все, что касается, можно даже сказать, не только русского контекста, потому что, если говорить, скажем, о киностудии «Молдовафильм», то, естественно, что у основания стояли как молдаване, так и русские. В основном, это, скажем, Улинская, отсидевшая очень много лет, Ольга вместе с Гавронским. Материалы, поднимающие острые вопросы во многих рубриках, посвященных истории, это и эго 20-го века, это и осторожные истории, потому что сегодня все-таки многое переписывается, и если в центре города вместо памятника Ленина установлен либеральной партией памятник жертвам советского режима, то хорошо было бы установить и памятник жертвам румынской оккупации. И этому посвящаем очень многие митериалы и, скажем, бендерской трагедии, где 18 тысяч зверски убиты евреи и так далее, и так далее. По этим журналом уделяется особое место. Вышло 20 полноценных номеров, один спецвыпуск и один сдвоенный номер. Мы не ограничиваемся, естественно, нашим только пространством, потому что это и невозможно. В свое время Викой Чембарцевой была предложена рубрика «Ближние целом бежья». Мы печатали большие подборки авторов из Казахстана, из Таджикистана, из Грузии. Скажи, в двух номерах были наши друзины, как авторы переводок, так и русские авторы этих республик. Армения я назвала. Республика Беларусь была представлена. И замечательный наш поэт Сергей Лопогин предложил рубрику «За межой». Это вот такие поэтические, мы представляем поэтические центры, как в Ближнене, так и дано за рубеже. Были опубликованы авторы «Урала», «Одессы», «Вологда» и «Ярославля». На наших страницах публиковались такие известнейшие авторы, как Светлана Кефар, Ирина Морец, Олеся Николаева, Виктор Кирюшин, Ирина Евса, Алексей Ахматов, Александр Кабанов, Станислав Минахков. Конечно, мы хотим в нашей обложке сохранять выход из Молдавии. Это были опубликованы Белкин, Светлана Моссова, Арина Окук, Бабужанский, Геннадий Рудягин, Виктор Голков, Николай Сундеев, Олесенково, расспросанные сегодня по всему свету. Тем не менее, сохраняющие особый дух нашего молдавского и кишневского братства. Еще хочу сказать отдельное слово. У нас печатаются и молдаване. Молдаване, которые не отказываются от русского языка, не отказываются от понимания самости русской культуры. Это и в переводах, скажем, Константин Киянов, замечательная пьеса «Контейнер», и Андрей Бурак, тоже в переводе драматург, Константина Саянка, там и были русскими, Константин Мутиан, Алекс Броден, Анатолу Вырса, Валерий Варениса, тоже интересный феномен, человек в Молдаване, человек в свое время, состоявший в Народном фронте, сегодня пересмотревший очень многие позиции, потому что когда как бы ушла, обходит Россия, приходит что-то другое, и Молдова вообще рискует перестать существовать. Поэтому наличие, присутствие русского языка и диаспорт, а 25 лет назад в республике, кстати, не самая первая диаспорная образовалась, не самая первая община русская, а первая была украинская. Украинская, еврейская, болгарская, вагаузская, польская, вот эти все общины, они как бы у нас даже был, наш президент собрал больший форум, о том, что национальные общины, залог молдавской государственности. Вот, скажем так, потому что 700 тысяч наших соотечественников, только 700 тысяч, только в России, страна разбегается, ну, мы, в общем, по-моему, все держим. Вот так. Спасибо, Алиса. Спасибо, Алиса. Вопросы? Я хочу передать привет, простите мне, перегор времени, потому что Сережа Головацкий, Украина, передает привет и поклон, журнал «Южное Северное», южно-русские свои писатели. Здесь у меня большая группа поддержки, это и Лера Ильича Подарева, сегодня она учится в Афгике, молодой автор, который вам будет, так сказать, ну, на картинке. Это и представитель, скажем так, Приднестровья, потому что и Приднестровье, и Дмитров, студия автор молодежная, у нас с ними проекты, совместные, и Приднестровье у нас предыдует, так что мы вот здесь, здесь едины. Приднестровье, Украина, молодой. Спасибо. Отлично. Обещал. Все отлично, молодец. Хотя вообще, давайте благодарности купировать. Все. Спасибо. Всем, 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 всем спасибо. Привет. Привет, Медведев. Первый вопрос. Да. Вопрос, как все рассказывают. Это интересный вопрос. Видит ли журнал «Русское поле» другие русские литературные журналы? А, вот. Отклики, рецензии, полемика, страницы? Наверное, нет, пока нет. Все. У нас дружба журналов появилась. Все, спасибо. Юность нас печатает. Подождите. Юность печатала она наших авторов. Южное селение о нас печатало. Вот. Благодаря фестивалю, который мы проводим пятый год, Пушкинская форта, вот, о нас узнают не о журнале, а о наших авторах узнают о других. Я не про это, не про то, что о вас узнают. Узнаете ли вы других? Спасибо, Алиса. Я обращусь ко всем. Есть известная формула. Если мы, то есть, не, она неизвестна, не очень видна. Если мы будем делать вид, что других изданий не существует, нас действительно не будет существовать. Откликайтесь на публикации друг друга. Это просто совет вашего коллеги. Все? Ну, я буду, потому что я у нас критики. Спасибо. А стихи? А стихи? Стихи сегодня считает Татьяна Неграсова. Вот. У нее нужна дебютная книжка. Я на третьем. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Опять во сне будет под веками, наружу вырваться желая, такая горькая и светлая, что дух-то бы и неживая сияет. Осень, как на выданье, любыми красными богат, и все цеплята пересчитаны, и позолота на заплатах, плывут в тумане тени тусклые. Вот по руке хлестнула ветка, и в грудь ударила отсутствие давно чужого человека. Вокруг спокойно и обыденно течет, звучит листва рябая, и плачешь, словно боеведели, и осень все же наступает. И последнее. Любовь не про мужчин и женщин, не про кольцо разлупных встреч, а про живых и сумасшедших, и никого не уберечь, когда прекрасны и ужасны, расплескивая свет и жар, они взрываются и гаснут, и этого не избежать, отгородиться неким, нечем, и смерть ясна, и жизнь тесна, а свет он длится, безупречен, и снова образует нас. Спасибо. Спасибо. Сегодня у нас было сообщение о неостыке новой эмиграции, о том, что мы тогда реальность, и неожиданность, и неожиданность, и неожиданность. Не всегда можно определить с народом, который живет в этой Ампии, потому что у него квартира в Москве, у него квартира в Бостоне, у него тоже тиша, пожалуйста, и у него в доме на Черноморском или Синезерноморском доме, а основное свое время он проводит на полах. Полная, географическая, политико-географическая неясность. Вот именно политико-географическая неясность. Следующий журнал, он называется «Этажи», представляет его Елена Терра. Я не понимаю, это российский журнал, американцы, чьи, не чьи. Журнал, на самом деле, зарегистрирован в Москве, в Росбон нахожусь заботу нахожусь. Поэтому журнал, скорее, нахожусь... Чтобы не наехать жаль. Что? Чтобы не наехать жаль. Я не понимаю, что у нас полноценные жаль, и сейчас вам не будет жаль. Но мы не фиксируем себя как международный журнал, потому что мы на самом международная реколегия, журнал же издаётся во многих городах мира. И, конечно же, это Бостон, сэр, а где сейчас и представлены Россия, США, Москва, Бостон. Журнал издаётся с 2015 года основательный журнал или я, Анилина Фера, занимаюсь журналистикой, живу в Москве. И писатели поэн из Бостона Игорь Джерри Курас, наш редактор поэзии. Как работает журнал? Вот это как бы надо понять каждому автору, который обращается к нам. Этажи — это единое пространство, состоящее из сетевой версии журнала, нашего сайта. И печатные версии журнала — это избранное с сайта. То есть, печатный журнал является дайджестом тех текстов, которые напечатаны на сайте. Отбирается примерно 10-15-20% текстов с сайта. Каждой публикацией, которая у нас выходит на сайте, мы подходим индивидуально. Сайт работает как новостной портал. Публикации выходят каждые 2-3 дня. Выходит публикация у автора. Мы, конечно же, сообщаем об этом автору. Дальше размещаем во все наши социальные группы. Только в одном фейсбуке на нас подписано уже 12 тысяч человек. Это и есть наша подписка, которая заменила подписку на бумажный журнал. Чуть меньше подписчиков в других социальных сетях. Но также есть пуш-рассылка на сайте. Это для тех людей, которые подписались на новости на сайте. Печатный журнал выходит ежеквартально 4 раза в год. И мы печатаем 2 тиража. Один в Москве, который поступает в магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. И второй тираж мы выпускаем в Бостоне, который идет в русский книжный магазин Бостона, но также представленный в других городах. Это Торонто, русский магазин Тройка, Бабель в Израиле, три магазина в Риге и так далее. Вот в этом наше основное отличие от других журналов. Мне кажется, что по такой системе, по которой работаем мы, сейчас не работает ни один русскоязычный литературный журнал. Потому что посмотрите, что есть. Есть или хороший раскрученный сайт, например, такой, как Колька, посещаемый, или есть литературный печатный журнал, который, к сожалению, не выходит к читателю и мало читается. Вот у нас есть и то, и другое. Посещения на сайте у нас очень высокие. Вот за счет индивидуального подхода к каждой публикации. Поэзию обычно читают меньше всего, но это 500 человек и выше. Проза, рассказы – это тысяча, две, три тысячи человек. Лучше всего, конечно же, читают публицистику, мемуары, соистику, нофикшен. Это 5, 10, 15 тысяч. Для примера, неделю назад вышло интервью с Соломоном Волковым, которые на сегодняшний момент уже прочитали 20 тысяч человек. Перед этим выходило интервью с Романом Каплана, владельцем самовара. Его прочитали 40 тысяч человек. Мы на самом деле гордимся нашей посещаемостью, и на самом деле это основное. Также мы представлены в электронных библиотеках, такие как Новый журнальный зал, Журнальный мир, Интелрос и так далее. Но я хочу сказать, что вот эти электронные библиотеки, они должны стать приятным дополнением для журнала с самостоятельным сайтом, и никак не должны заменять свой собственный сайт. Потому что вот то, что произошло недавно с журнальным залом, когда он заморозился, и журналы остались без читателя, без выхода к читателю, вот это показывает то, что современный журнал обязательно должен иметь раскрученный, хороший сайт. Если говорить о миссии нашего журнала, то вот миссия нашего журнала заключается в том, чтобы не просто печатать хороший текст, но и донести его там авторам. То, что мы и делаем, и советуем всем другим журналам. Время закончилось. Наш журнал представит замечательный поэт, который приехал сегодня специально ради сегодняшнего вечера из Санкт-Петербурга, Татьяна Ульская. Есть такой термин «остолбление». Я недавно узнала. Это когда, знаете, дерево обрубают полностью, чтобы оно не дожило, а потом можно было его спидеть и законно окунуть новые саженцы с завершенной деньгой. А вот остолбление, остолбление апрель. Какая же светится нежность, когда обнимает пурга, как будто француз или немец, заброшенный в рите снега, а вовсе не город, который от стужи, похоже, забыл про банки свои и конторы, глотая морозную пыль. Бормочет худой, удивленный, довольна, закончим игру. В конец заблудившись в колоннах, как в сонном морозном бару, он весь в лихорадке какой-то, слезится встревоженный взгляд, и улиц больничные койки, застелены белым, стоят. В Европе холодно, в Италии темно. В Европе учат жить, в России умирать, в прозрачных городках, игрушках средиземных, и молоко дождя, и солнце мармелад дрожит на языке, поблескивают в звеньях улыбчивых домов и улочек кривых, в чешуйках жалюзи. Вот тут-то жить и жить бы базар, маслины, сыр, но ты же не привык, как старый холостяк сбегает от женитьбы, и ты бежишь назад, к пластинкам на костях, к сортиру во дворе, в прокуренную нору, и к хлебу черному, и к соли при гостях, и до сведенных скул ночному разговору о воинах мировых, путях добра и зла, о Марксе и Христе, и китайцах, и евреях. И водка кончилась, и крыша протекла, и сушится пальто на ржавой батарее, но крыша подождет. А что сказал Марат, когда к нему пришла та нежная, понять бы, в Европе учат жить, в России умирать, а то, что не умрет, то доживет до свадьбы. Ну, это не третье. Ты включаешь меня, нажимая на пуск, дважды в день, трижды в день, а без этого пуст, циферблат, и обветрено время, как забытое в блюдце варенье. Ты включаешь меня, раздается щелчок, запускается страсти, недолгий волчок, а потом он хватает меня за бочок, и уносит в лесок под кореньем. Ты включаешь меня, зеленеет трава, просыпается снег, оживает трамвай, но скажи мне, что я не права, не мертва, накричи, возрази мне, давай. Докажи мне, что мы по холодным дворам не сухой листвой окружим парарам, парарам, не дождем меж рассохшихся рам, не тенями на плоском экране, и что можешь прижаться к раскрытым губам, не диджеем, врубающим звук парарам, простачком, подорожником, крайне, что однажды вот так, не давая за рук, не взначай не нажмешь, не на пуск, на курок, и увидишь, пока не остыну, исчезают пустые мосты, острова, черной кошкой потягивается нева, изгибая блестящую спину. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По просьбе Андрея Гритцмана я буду представлять наш журнал «Антерпоэзи» поскольку граждан финансово-секретарю этого журнал А новый журнал вы представляете? Новый журнал представляет меня, но вот рядом с самого здесь и пригорячего, и здесь находится Марина Семкина, которая является автором журнал, и вы разберетесь. Поехали. 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 Журнал «Антерпоэзи» выходит в Нью-Йорке. Имеет как бумажный версию, так и рекидаторный версия. С 2004 года представлено «Абонтарий журнальный зал». Это второй журнал «Босы Ариона», который специализируется именно на поэзии. Имеет несколько рубрик, перечислять которые, естественно, я не буду, и все найдется. Здесь публикуется поэзия авторов из разных стран. Поэзия-прозы, переводы, эссе, и, естественно, рецензии, критические обзоры. Постоянными авторами нашей гордостью являются Алексей Цветков, Александр Кабанов, Бахыт Кинжеев. И мы рады, что свои новые стихи, и охотно у нас кубль иконы. Как написано на главной странице журнального зала «Интерпоэзия», по мысли главного редактора, концепция журнала создает в том, что мы публикуем поэзию поверх границ и барьеров, вне времени и пространства. Подобное, собственно говоря, декларирует любой литературный журнал, но учитывая, что «Интерпоэзия» издается на другом континенте, естественно, это приобретает особое звучание. Также приходится интервью и беседы с известными авторами. В этом году исполнилось 70 лет замечательного поэта нашему постоянному автору Владимиру Нагресману. В последнем, в четвертом номере уже сегодня на новом сайте журнал «Интерпоэзия» появилась моя беседа, если вы беседы. Нашими авторами вот так я немножко обижу, чтобы представить, кто является нашими авторами. Нашими авторами является Татьяна Хольцкая прекрасная, которая также является лурьяцом при журнале поэзии, которая была включена в Казани на Хребниковском фестивале «Лудаймир», который я провожу в апреле каждого года. Олеся Рудягин также представлена в нашем журнале. Я, может быть, я тоже вижу Яна Мария Куман-Галикой, может быть, у кого-то я не имею в виду, я не имею в виду, естественно, да, конечно. И стоят за углом там далеко Олег Дозмаров и Виталий Куханов. Вот. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Спасибо. А мы поступим. Виталий, мы собираемся читать стихи из-за первой журнала с Виталией. Мы сейчас стихи послушаем или послушаем в прошлом положении. Одно-два стихотворения Майдов. Что такое? Давайте. Особой стеснительностью я не страдаю, а стихи у меня хорошие. Скоро с собой. Буду смотрительницей Майкар сейчас. Нет, лучше женой смотритель Майкар. Буду вставать на рассвете и готовить ему простую еду. Буду смотреть, как он ест молча, не торопива. Буду приходить к нему днем с термосом горячего кофе. Буду смотреть, как он пьет его, глядываясь в горизонт. Буду замечать, как меняется цвет его глаз в зависимости от настроения и времени суток. Буду мало знать про него и не буду стремиться узнать больше. Вечером буду просыпать в одиночестве, не дождавшись его. Буду видеть сны о кораблях, уносящих меня прочь от земли и горяча. Буду вставать на рассвете. осуждается татарский язык за то, что посмел стать вровень с державой, за то, что сумел сберечь себя, за то, что отца и матери язык, от кем, от кернэйтеля. Одобряется татарский язык в строго отведенных местах, в строго отведенное время, в строго отведенном объеме. Качканадян амунашелган предлагается отказ от татарского языка, потому что не в тренде, потому что малое поглотится большим, потому что империя, потому что обречен и туганты не матворцы, от кернэйтеля, Даньяна Кюпнер сэбэйтем. Все туганты спаркованы. Спасибо. Спасибо. Новый журнал. Так кто же представляет новый? Еще раз, последний устроен. Новый журнал. Я прошу прощения, Марина Адамович, попросила Андрея Бритцмана представить уже думал новое видео. Кто не представляет? Кто-то новый. Хорошо. Давайте поедем дальше. Хорошо. Костиная. Эфир-бершин. Телекон все не подключается. Куда пошла? Куда пошла? Куда пошла? Показывай. Вот такой журнал. Гостиничек. Красивый. Можно еще разочек? И толстый. Меня просила представить журнал главный редактор Лера Зубарева, которая не сумела прилететь из Филоверфи. Случайно, билет не было. Наверное. Вот журнал. Повторюсь, основатель или главный редактор журнала Лера Зубарева. Технический редактор Вадим Зубарев. Фактически основную тяжесть работы ведут они. Я хочу сказать еще, кто журнал делает. Я хочу сказать еще, кто журнал делает. Это была детская страница, поскольку Вера Одесситка у нас и Людмила Шарга ведет этот раздел непосредственно в журнале. Вот. Вера попросила меня сказать следующее. Охарактеризовать журнал таким образом, что Гостиная – журнал интеллектуальной направленности, стоящий вдали от политических группировок, публикующий произведения, отражающие вопросы материала. Мы не идем на поводу сиюминутных леений и не ищем сомнительной популярности. Вот. И это наш главный критерий. То есть, все, кто присылает что-нибудь политическое, например, в стихах, я сразу выбрасываю. Потому что это из другого органа растет. Нас интересует чистая литература. В журнале, помимо дружбы… А какая литература? Бывает чистая литература без политики? Да, конечно. Политика – это другой жанр. А значит, я очень согласен. Но это не важно. Двигайтесь вперед. Вы привыкли к диктатуре. Я двигаюсь. Значит, да, тут вопрос задали, я отвечаю. Значит, что еще? Гостиная отдает, значит, предпочтение авторам именно вот такого типа. Вера считает, что есть авторы, которые идут от почвы, серьезные, и авторы, которые ищут сиюминутные популярности. Популярности «Быстрые сиюминутные» журнал не ищет. Но журнал сделал большую работу. Он выходит уже с начала 90-х годов, когда проблемы были несколько другие. Тогда были актуальные проблемы. Сейчас немножко это все изменилось. Тогда была задача после нашей Советско-Российской революции, после массового отъезда людей и так далее, была задача как-то вернуть вот это общее русское культурное и литературное пространство. Чем Вера Зубаревой занималась все эти годы, я считаю, достигла успеха. Что еще нужно сказать? Вы спрашиваете, ребята? Я спрашиваю. Да. Как распространяется журнал, если он распространяется? Да, значит, журнал выходит регулярно в сети. Раз в год он выходит вот так. Вы думаете, а это номер дайджетт, да? Это номер дайджетт, получается. Поэтому особых отличий, там был вопрос, например, у вас. О сетевом варианте журнала расскажет Евгений Борисович. Хорошо. А, очень хорошо. Я еще хочу добавить, что журнал «Гостиная» – это часть общего проекта «Русское безрубежье». Он так и называется «Русское безрубежье». В составе «Русское безрубежье» есть сайты, где регулярно печатаются произведения разных авторов. А лучшее попадает, соответственно, вначале в сетевой журнал. А из сетевого журнала еще более лучшее попадает уже вот в это дайджество, вызванное в конце года. Строго говоря, о лимонахах. Ну, в общем, да, других вариантов мы покажем. И печатается тиражом для авторов. Сергей Иванович, давайте не будем спорить о тиражах. Кто его знает вообще? У кого их сколько? Хорошо. Короче, печатается. Понял? Печатается. Оно где-то продается в Америке. Я в Америке не был. Я из Москвы возглавляю американские журналы, из американского журнала, как Нику Димова. А, вот так вот. Правильно американцы говорят. Что рукава. Вот, а... А знаете, меня мучает вопрос. Вы мне можете ответить? Вот, Александр. Если я, допустим, здесь вот есть люди из Кишинева, а я вообще-то родился в Тирасске. Ну, так наши люди. Здесь уже полоте аудитории наши люди. Принестное. В том числе и Люда Шарка. Если я с 74-го года живу в Москве, можно меня считать тоже иммигрантом? Поскольку я теперь другая страна. Да, конечно. А я один раз на конкурс иммигрантской лиры вопрос задал, могу ли я как иммигрантом участвовать. А я говорю, как вам не стыдно. Ахахахаха. Просто я уже родился в Харватском иммигрантом. Все мои. Читайте стихи. То есть по журналу все? Все. Все понятно? Читайте. Ну, стихи больше некому, кроме меня, я не знаю. Читать может не надо? Может, я еще что-то? Читай, читай. Ты чего? Ты чего вообще? Ладно. Ведите за снимок.